Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дом загорелся И вот по слухам два человека Не знаю, достали в больницу В каком состоянии, непонятно Пострадали каким-то образом Это улица Бервешинская Дорогие друзья, если вы живете где-то рядом Звоните нам 62-80-30, рассказывайте, что произошло На самом деле, потому что Очень интересно и надо следить И очень важно, еще раз вас предупреждаем Все-таки с газом вести себя аккуратно Все-таки время от времени такие ситуации К сожалению, мы как раз говорили В одной из наших программ про баллонный газ И как его обслуживать Сегодня, да, не знаю почему, причин пока неизвестно Но в ГДОВе архив горел Тоже вот такая вот Как мы зашли с Негативных новостей С негативных новостей зашли Пожары и Павла Троевы обсуждали мы в прошлом эфире Это тоже немаловажная ситуация До сих пор, мне кажется, остро стоит Да, конечно же Даже немножко притушили Да, да Но перейдем, наверное, к более насущным актуальным темам Все-таки на календаре у нас 29 апреля Это значит, что уже в это воскресенье Все мы будем праздновать Пасху Да, ну и майские праздники сразу же вот Да, там А все ли вы, друзья, празднуете Пасху? Мне кажется, это семейный праздник А семейные праздники и семейные традиции В принципе, традиции надо рассказывать Про Ленина и семейные праздники мы все знаем Она и Хэллоуин празднует по-семейному И Пасху И в этом году еще будут И День строителей, и День мертвых Это интересно Слушай, да, после мультфильма Тайна Коко После книги Призраки Да, это интересно Давайте все-таки Лена, по-моему, все празднует Конечно, я говорю, там День строителей, День физкультурника 1 сентября У нее все семейные праздники День рождения Добрешут, наш коллеги День семейных танцев сегодня, кстати Да, прекрасно Ну, в этом чуть позже За семейные слова прям не выходишь Про Пасху все-таки хочу направить вас Да, вернемся Давай, давай, Саша, рецепт хочешь сказать нам Какой-нибудь кекс? Ну, мой лучший рецепт Это все-таки, что в магазине продают Шашлык? Не совсем, не совсем, да Но, тем не менее, традиционно Я думаю, что многие будут красить яйца в луковой шелухе И поэтому, друзья, если у вас есть какие-то другие рецепты Кроме как в луковой шелухе Выкрашивать яйца Пожалуйста, позвоните 628030 Либо напишите на наш ватсап номер Плюс 7900-993-0105 Интересно узнать, как вы Вообще Кажется, сейчас столько предложений Способов красить яйца В какой цвет, какими расцветками Я вот тут была на магазине Там и космические пейзажи И какие-то гжели, хохлома И всякое разное А вы катали хоть раз яйца на Пасху? Да не раз Каждую Пасху На самом деле Саша, мне кажется, выреты не красить Когда я жил в детстве в Великолусском районе Вот у нас устраивали такие, действительно, в середине 90-х Тех самых Славных лет Да, Игрище, собственно И вот, помню, вот эти же лапки деревянные Песочек Да-да-да И, собственно, кто дальше Кто больше На деньги катали или нет? Не, я так понимаю Слушай, про деньги я не помню Но на яйца, яйца, яйца на яйца Ну, собственно, да Кто больше Кто больше соберет Дорогие друзья, давайте мы про Пасху поговорим В завершении нашего эфира Поближе, собственно Да, но мы хотели Почему? Эту тему сразу заявили Потому что, чтобы наши зрители Звонили нам Рассказывали о том, как они празднуют Пасху Что готовят в этот день Куда ходят А самое главное Сохраняются ли вот эти вот традиции Какие-то передаются Например, моя дочь Или вот как бы близлежащие окружающие дети Мне кажется, они даже не в курсе Зачем катать яйца Что это такое, как это вообще Мне кажется, им ближе вот эти пасхальные кролики Вот западные всякие традиции Вот это все Нет, нет, нет Я думаю, что даже посредством нашего сегодняшнего эфира Будем мы все-таки прививать классические варианты Мне кажется, в завершении эфира я должна так на стол кулич Тут поставить просто Сказать, друзья, ну вот он Да, можешь прямо сейчас его доставать Зачем ты его поставила на пол? Пусть стоит здесь 62-83 Ватсап еще 8-900-993-0105 Туда пишите ваше сообщение, дорогие друзья Посылайте фотографии куличей Ну а мы будем начинать Пора к делу приступать И начинаем мы с ЖКХ нашего любимого По всем вообще районам и городам, весям, поселкам нашей необъятной области Прокатилась буквально волна благоустройства Да, мы сейчас говорим не только про субботники, которые прошли Да Вот По весне как-то хочется жить чище, лучше, благоустроеннее Кстати, а почему сарай-то не докрасили на набережной? А, я скажу, я присутствовал там Там группа волонтеров начинала красить очень бойко Я вчера видела его ярко, так смотрят в красиво Зеленый покрасить Краски не хватило? Нет, краски хватило, просто потом всю краску, которая осталась Это сарай, это постройка того храма, который стоит напротив Но краску решили не оставлять храму, чтобы они сами докрасили А просто забрать и забрать их с собой Попросить что-нибудь еще Ну смотри, там у сарая четыре стены 21-й год, 22-й, 23-й и 24-й А, это на будущее На будущее, конечно Торопиться здесь некуда Так Вернемся к теме благоустройства Сейчас, как я понимаю, идет активное голосование за благоустройство территорий Да, по проекту «Городская среда» очень важным И в каждом муниципалитете выставлено на рейтинговое голосование Несколько объектов То есть вы, дорогие друзья, если проживаете в Усвятых, Куни В любом муниципалитете Псковской области Можете проголосовать Для этого нужно зайти на какой сайт, друзья? 60.городсреда.ру Мы же проголосовали, кстати, около 4 тысяч жителей Псковской области И самыми активными являются жители Великих Луг, Пскова и Псковского районов Выбирайте для начала там среди списка свой муниципалитет Выбирайте объект, за который хотите проголосовать И голосуйте Для этого надо зарегистрироваться Мне, кстати, не удалось с первого раза зарегистрироваться, признаюсь вам честно Я скажу так, что в некоторых волонтерских центрах будут помогать людям Они могут прийти туда И там волонтеры помогут Здорово Ну, чтобы разобраться Куда бежать в Пскове? Вот на сайте, кстати, на этом 60.городсреда.ру Я увидела только фотографии пяти реализованных проектов Ну вот по словам Михаила Ильича Ведерникова Губернатора Псковской области С этого же сайта Формирование комфортной городской среды благоустроено Благодаря этой программе благоустроено уже около 100 общественных территорий В 2021 году их число превысит 140 Но мы сейчас узнаем, какие территории собираются обустроить в Островском районе С нами на связи глава района Дмитрий Михайлович Быстров Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Дмитрий Михайлович, расскажите нам, сколько территорий же выставлено на голосование в вашем муниципалитете В настоящее время на голосовании выставлено три территории Это детский парк Это пруд около улицы Меркурьева Там есть несколько многоквартирных, пятиэтажных домов И территория стадиона за гимназией в Острове-2 Вам какая территория ближе, вот вам бы хотелось, как жителю Давайте не как главу спрошу, а как жителя То есть нужно выбрать одну из трех Не буду обижать жителей, поскольку они голосуют Я уже проголосовал Ага, но вы не скажете нам же, конечно Нет, я, конечно, не скажу Дождемся, и тогда уже озвучу, получилось или нет Но пока это пусть в секрете будет А это детский парк, Митрий Михайлович? Нет Так, хорошо, уже методом исключения Насколько мы понимаем, какая-то одна территория победит, да? Победят две территории То есть у нас комиссия выбрала из четырех территорий с 2018 года, которые озвучивали жители То есть в соцсетях мы проводили опросы То есть именно общественные территории И, соответственно, было отобрано четыре, которые набрали самое большее количество голосов Затем прошло заседание комиссии Вот, и, соответственно, голосование жителям города предложено три территории Ну, из которых, соответственно, мы выберем уже две Дмитрий Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот нельзя как-то без голосования Без вот этой всей процедуры длинной, без сайта Просто на усмотрение муниципалитета Ну, вот, налично ваше усмотрение взять И просто регулярно как-то ремонтировать какие-то участки района, города Нет, справедливый вопрос Но, в частности, у меня несколько другой подход В 2016 году, когда я пришел работать в Островский район Мы даже участки дорог, которые планировали делать в рамках Дорожного фонда Выставляли на голосование Поскольку мы понимаем, что есть менее чиновников Безусловно, мы понимаем ряд дорог, которые нужно делать По которым приходит большое количество обращений Но, как всегда, денег на все не хватает В этой среде мы с жителем предлагали выбрать ту дорогу Или ту общественную территорию, которую надо ремонтировать раньше То есть не то, что мы забываем про остальные А именно в первую очередь Ну, и, как следствие, формат, мне кажется, абсолютно правильный Это сейчас, нам кажется, долгие процедуры Когда привыкнем, когда народ будет понимать удобный для него формат И он будет реально видеть Что вот я голосовал, не получилось, может, в первый раз Получилось во второй И можно походить, потрогать Или поплавать в пруду Ну, или поплавать, ну, там купание Придлежащую территорию Хотя, я вам скажу честно, вот есть такие Ну, водоемы небольшие Пользуются популярностью, там, и рыбу Кораблики запускать можно Ну, да, поэтому, если повезет там пруд Или что бы не победило, то можете Да, самое главное, чтобы потом вандалы не пришли Которые у вас там то и дело появляются Слушайте, ну, от этого, к сожалению, никто не застрахован Да Вот, поэтому будем всеми возможными способами с ними бороться Все, желаем вам удачи и успеха Да, и тоже зайдем проголосуем Да, и тоже проголосуем За пруд А мы можем? А мы можем? То есть любой желающий Да Ну, все, отлично Спасибо за разговор На строй, как раз, каждому по голосу До свидания Отлично Ну что, теперь мы движемся в родной Ленин район Скажем так Да, Новосокольнический район Всем привет передаю, товарищи и друзья мои Здесь тоже будут благоустраивать территории Тоже здесь выбрано три таких объекта Тебе они знакомы? Мне они знакомы, да Так, что же Я вот не совсем, например, понимаю, что мы собираемся отремонтировать Сквери по улице Пратизанская в городе Новосокольнику На мой взгляд, когда я была там полгода назад Территория достаточно уже была благорожена Ну, может быть, чего-то не хватает? Что я вспоминаю из Новосокольника Так это фонтан, который появился, по-моему, в том году Вот этот вот Сухой фонтан, да Ой, какая-то радость для детей Боже, Виталий, ты с ним представляешь Да-да-да Там вот просто запускаешься за ребенка Он весь мокрый, там ему прекрасно Был у нас еще, кстати, один фонтан Но и еще один фонтан Но все они не работают на данный момент А этот вот функционирует А есть еще южная часть набережной реки Малый Удра И вот тут выставлено голосование Да, где вот памятник Ильяму Догулова И там тоже бы неплохо все облагородить Мне кажется, там проще просто выкосить и все С нами на связи методистом Молодежной политики Новосокольнического района Никифорова Любовь Ивановна Здравствуйте Да, добрый вечер Любовь Ивановна Мы вот с вами до эфира разговаривали Про еще один объект вот из этого списка Про летний сад, парк Мне кажется, такой объект, на самом деле, многострадальный Город Новосокольники Потому что был старый парк Я вот помню, как там еще аттракционы были Провозики ездили Всем все нравилось Красиво было, деревья были Потом парк начал стареть Деревья начали ухудшаться Начали его вырубать Поставили новый стадион, казалось бы, хорошо Но вот там, в чем его проблема Его ремонтируют как-то частями, точечно Вот вы согласны со мной, что не хватает там Какого-то полноценного, не знаю, какого-то процесса Картиня, да? Облагораживания, да Ну вот как раз-таки получается Если вы посмотрите на карту летнего сада Вид сверху То вы увидите, что как раз-таки вот эта вот территория, которую предлагают на благоустройство в следующем году Она будет являться такой вот финальной Завершающей, так? Завершающей, да Там предполагается выполнить установку детской площадки Также и сделать пешеходные дорожки Чтобы можно было проходить Жителям близлежащих домов напрямую через парк Не обходить Ну и сделают ограждение вдоль улицы Садовая И по улице Техмянова Так как детская площадка подразумевает, что дети могут выбежать на проезжую часть И, ну, разумеется, скамейки, урны, как малая архитектура А вырубка деревьев подразумевается? Вырубка деревьев происходит тех, которые предоставляют какую-то опасность То есть они уже прогнили насквозь Сухие, но находятся в аварийном состоянии Не будет расчищаться место для вот этой детской площадки? Место есть или его нужно еще оборудовать как-то? В том-то и получается, что постоянно меняется Меняется ландшафт из-за того, какие деревья вырубаются То есть если планировалось устанавливать детскую площадку в одном определенном месте Изучили как следует деревья Их вырубили И получается, что уже ей лучше быть немножечко в другом Любовь Ивановна, вот скажите, а почему голосующие должны поддержать проект летнего сада? А, например, не южную часть набережной реки Малая Удра или сквер на улице Партизанской? Как вам кажется? Ну, тут мнение остается лично за каждым Я считаю, что все три проекта, они достойны внимания И как... Ну, если выбирать, то летний сад важнее Нет, если выбирать, то все зависит от мнения жителей Нет, понятно Вот ваше мнение Вот почему летний сад должен прежде всего быть? Может быть, не летний сад Ну, вы же курируете летний сад? Ну, я курирую летний сад Потому что считаю, что это действительно уже можно довести до конца вот эту территорию Чтобы он являлся таким полноценным объектом А те еще потерпят? Они не потерпят Их можно сделать так же разово А не более, ну, меньшей площадью Ага А что... у вас тоже будет два победителя, да? Два проекта? Нет, мы голосуем один Ну, голосуйте за один, а сколько проектов... Видимо, денег у Новосокольников меньше Сколько проектов игры это и будет реализовано из трех? А, слушайте, я вот эту информацию вам не могу дать Ага Мы надеемся, что все однажды Да, будем надеяться, что все Любовь Ивановна, спасибо большое На связи с нами была методист по молодежной политике Новосокольнического района Дома культуры Новосокольнического района Любовь Никифорова Ну что же, переносимся в опочку теперь Да, друзья Давайте поговорим про опочку и узнаем Да, вот последние новости приходят Неосторожное обращение С чем? Ну, с газом от этого пожара И поэтому вот Вот пока так, не знаю 62-80-30 Звоните, если вы знаете какие-то подробности из опочки и с улицы Бервешинской Где произошел хлопок газа Мы, конечно же, вас выслушаем Ну, а теперь мы связываемся с куратором еще одного проекта Который выставлен на голосование в опочке Это Надежда Евдокимова Директор местного краеведческого музея Здравствуйте Надежда А Надежда еще пока Нету еще? Да, пока еще готовится с нами поговорить Да, да, да Но стоит сказать не только, что там городской вал планируют обустраивать Да, также там Два проекта Два проекта Два проекта Еще также благоустройство территории Парк Победы Да Надежда на связи С нами Надежда Добрый вечер Мы вас... Надежда, да Прекрасно Надежда, скажите, пожалуйста Вот только что обсуждали Новосокольники Город-то меньше, чем опочка А три проекта там выставили А почему в опочке два? Это масштабных, наверное, нет? Ну, что касается городского вала То да, это достаточно масштабный проект Смотрите, на этот масштабный проект уже потратили 50 миллионов рублей Если мне не изменяет память Ну вообще сейчас Федеральных средств Они просто сожгли глазами опочану Почему вы считаете, что все-таки нужно еще что-то на городском валу сделать? Да, действительно, были потрачены немалые деньги Но дело в том, что для того, чтобы это место оставалось актуальным Особенно для молодежи Его нужно в дальнейшем благоустраивать Тем более, что... Ну, молодежь там присутствует сейчас по велодорожкам Там по дорожкам катается на велосипедах Правда, велодорожек нету, к сожалению Все ходят вместе по одной дорожке Пешеходы и велосипеды Так? И дело в том, что это место безопасное То есть там нет движения И очень выгодное расположение в центре города Поэтому молодежь не раз обращалась с просьбой Чтобы вот оборудовать такой вот скейт-парк Где можно было бы заниматься разными экстремальными видами спорта А вот это уже интересно Скейт-парк на историческом месте Это, кстати, уникально Вот большинство проектов представлены Этот тротуар, улица, там дорогу Все обычно, а почка выделилась Дело в том, что Само историческое место Памятник федерального значения Находится наверху, на валу Да-да-да, это у подножия там Да-да, а это будет у подножия Поэтому здесь никаких... А насколько уместно кататься на скейте В памятнике исторического значения? Ну, не в памятнике еще раз, Надежда Не-не, это вал Дальше, а это у подножия чуть-чуть туда В сторону Надежда, а неужто в опочке так много молодых райдеров перспективных Которым вот прям требуется Вот памп-трек, скейт-парк, роллер-дром Не дешевая, кстати, вещь Да-да-да Ведь у нас даже... Конечно, много Потому что обращения к нам были не единожды Вот увидишь, построят, сразу появятся Просто вот даже если их и не видно сейчас Если их и нет, то появятся, конечно Ну, тогда мы все-таки ждем каких-то достижений Нет, там, чемпионов мира по скейтбордингу и започках Чемпионов по господарству Да-да-да Мы проголосуем тогда за господарство Смотрите, Надежда Противник этого, ну, я не знаю, как Соперник, да, этого проекта вашего Это парк Победы Около автовокзала Он находится автостанция, да? Уже, в принципе, тоже благоустроена площадка Там есть сцена Вот сейчас хотят сделать плитку к сцене Расширить игровую зону Ограждения усилить Детской игровой площадки В принципе, это уже есть Вам кажется, что этого достаточно там? Ну, я просто считаю, что наш проект, он более актуальный Ну, и выделяется из общего списка Тут вот, как выяснили, да? А вы как-то агитируете жителей голосовать именно за ваш проект? Вот как-то работаете с молодежью, да? Кто к вам обращается, там, скейтеры, ролеры Говорите, вот, заходите на сайт 60городсреда.ру Голосуйте, будет вам скейтпар Да, конечно, и работаем со школами, да Ну, так и как вы там, впереди? Как успехи? Пока да Пока да? Друзья, если вы еще не успели проголосовать Заходите, действительно, на этот сайт 60городсреда.ру И голосуйте Спасибо, Надежда Евдокимова, директора Кровического поческого музея Была с нами на связи Спасибо большое Спасибо Ну, ты знаешь, мне кажется, вот, именно городскому валу С роллерами и скейтерами в преддверии 9 мая Сложновато будет конкурировать Да, это точно Здесь еще какие-то другие, может быть, мотивы должны быть Да, да, да Я даже хорошо могу устроить все Вы давно не были в опочке, друзья Вы представляете, что скейтеры катаются по самому валу Это не так Вал в отдалении, они кататься будут Честно сказать На расстоянии 400-500 метров Не в обиду опоческим скейтерам Я, в принципе, слава, представляю Скейтеров-БМХеров в опочке Вот очень с удовольствием и посмотрел Отъезди и посмотрел С удовольствием Вот тебя Виталий почти в гости пригласил Конечно Я надеюсь, что я ошибаюсь Очень этого хотел бы Кстати, мне кажется, подобная площадка есть в Великих Луках Она тоже находится в центре города Мне кажется, на острове Дятлинка, по-моему Это тоже рядом с историческими объектами И там все прекрасно уживаются Там спортивные есть какие-то вещи Воздухоплавание начинается прямо из крепости стартует Слушайте, если уж на то пошло Эти исторические объекты были так Деревьями Заросшие Да, заросшие Какое-то время назад До проекта Хорошо, что не борщевиком Борщевик там тоже Кстати, про парк на Сокольниках Ну тоже ведь Мне и деревья жалко Каждое дерево в этом парке Я люблю Но, с другой стороны Оно же будет падать Тополя Насажены в 90-е В общем, друзья Будущее ваших муниципалитетов Зависит сейчас Вот как никогда Исключительно от вас Слушайте А вот очень важный вопрос Я не знаю, кому ее задать Нас же слушают большое количество пожилых граждан Они сайтами Извините меня Интернетами не пользуются А как им проголосовать? Нет, не важно Что им нужно Они за внуков будут голосовать Ради их блага А как им проголосовать Если они не умеют пользоваться интернетом? Прийти в многофункциональный центр Я думаю, что нет Есть центр добровольчества В каждом муниципалитете Должны быть Да, может быть, есть какие-то пары исключений Но должны быть Вот прийти туда Насколько я обладаю информацией И там волонтеры помогут Да, там выдали ноутбуки Им, насколько я знаю Планшеты Чтобы человек зашел туда Волонтеров зарегистрировал И проголосовал Пойди, найди этот центр добровольчества Слушайте, это очень сложно Да, действительно А в администрацию районную прийти Стоило бы подумать Вот как-то так сразу Вы хотите благоустроить территорию Просто так, по щелчку Конечно, попотеть придется Никто не говорит, что будет легко В очередях посидеть, да? Ну давайте уж в продолжении темы Поговорим про еще хорошую такую тему Дизайн-код ведут в Печорах Мне кажется, это классно Почему тебя эта тема интересует? Меня это интересует Потому что это такой, мне кажется Первый шаг Когда вот эти дизайн-коды Будут появляться в других муниципалитетах Ну что это такое? Это единый стиль для всех вывесок рекламных Да, как город будет выглядеть Как маленький город районный будет выглядеть Я недавно в Кронштадте была Вот, ребят, там реально Небольшой город Но там нет ярких кричащих вывесок Даже вот сетевые магазины Различные большие магазины Они сделаны с шрифтами специальными То есть все соблюдено Весь баланс И город совершенно вот этой рекламы Не бросается в глаза Все реально как-то в гармонии живет А ты приезжаешь в Великие Луки Идешь по центральной улице Второй город у нас вот Да, в регионе по величине И что? Все это режет просто глаза Вспоминается Ехим Шифрин У них Идешь по улице Там банк, бар Ювелина-магазин Банк, бар Бар, бар, бар У нас аптека Понимаешь, было бы смешно Если бы не было грустно Теперь ужасно же много магазинов Различных вот С одеждой и прочих-прочих Все это на центральной улице Я скажу тебе страшную вещь такую Я в дизайн-коды вообще не верю Вот честно тебе скажу Я не думаю, что они что-то конкретно изменят И что когда ввели дизайн-код в Печорах Ты приедешь Вау, новые Печоры А где же Сталь? Не будет такого Мне кажется, понимаешь, в Печорах И так все в принципе нормально Вот этот дизайн-код В этом городе туристическом Он соблюдается Более-менее По крайней мере На центральных улицах А спальных районов, кстати Это не касается Вот там все будет Так же как и было Дизайн-код Об этом много говорят И в Пскове И вступил в силу Ну вступает в силу Очень скоро Закон С 3-го, по-моему, июня Да-да-да И буду штрафовать За нарушение дизайн-кода Я думаю, мы к этой теме Обязательно еще, дорогие друзья Вернемся 100% А давайте теперь поговорим о том Что, наверное, волнует Больше население В частности, деревни Лющик Плюсского района Да, там, друзья Где неприятная история Что случилось? Виталик, рассказывай Ты в теме, давай Ну, на самом деле Туда сегодня отправилась Наша коллега Телевизионный корреспондент Ирина Медведкина И в деревню вышла из строя Водонапорная башня, Саш Я удивляюсь, что она там Вообще была Я тебе честно скажу Да, жители несколько раз Писали на сайт губернатора И после последнего обращения Районная власть наконец-то Отписали, что нашли средства на ремонт Работы начались А по факту Башню срезали И, как пожаловались люди Воды Проблемы с водой остались И непонятно Подожди, была водонапорная башня Вода была? Вода была Но она была С перебоями? Да, с перебоями Серьезными, да То есть там были какие-то Потери воды Сейчас срезали Водонапорную башню И часть местного населения Не понимает Будет ли вода Вообще Ну вот мы, чтобы разобраться Ситуацию Позвонили Заместителю главы Плевского района Вячеславу Прокофьеву Давайте послушаем Что он мне ответил Все-таки Водонапорная башня Которая находится Внизу основания башни Вот основания Ствола Верхняя часть Она сгнила То есть пошла коррозия И почему Перебои были С водоснабжением Потому что пошла коррозия По основанию башни Ее неоднократно Уже заваривали Вот И уже выполнять работы В вертикальном положении Как очень было опасно Значит Во время зимнего периода Там образовалась наледь Внутри башни В верхней части И когда Это уже месяца полтора Наверное назад Вскрыли ее Сделали техническое отверстие Да И хотели все-таки Провести ремонтные работы На месте Вот То выяснилось Что в верхней части Глыбы Которая может упасть В любое время Вот Или посоветовались Жителями сказать Давайте мы опять Это все заварим Пускай утечка идет воды Но у вас вода Будет поставляться До водоразборных колонок В населенном пункте В населенном пункте Это лучше чем вообще Ничего не иметь А работы продолжим Когда растает Эта глыба Потому что на нее Не попасть на эту башню Ничего не сделать Вот И демонтировать С наличием в верхней части Глыбы льда При монтаже То есть это невозможно Дисбаланс и так далее И так далее Ни один коронавщик Не согласится на это Угу Поэтому было Принято решение Поставлять Коммунальный ресурс Холодная вода До водоразборных колонок Что и делалось Всегда И за дня в день И вода там Никогда там Не отсутствовала Она всегда там была Но только В водоразборных колонках И не под большим напором Это первое Когда прошло время Глыба растаяла Вот глыба растаяла Да и приняли решение О демонтаже башни Потому что Подошло время Вот Предварительно Закольцевали Систему водопроводов Которые идут От Артезианской скважины Глубинный насос Поднимает По подъемным трубам И по системе Тубопроводов Поставляет Холодную воду В водоразборные колонки И потребителям Непосредственно В дома То есть сейчас там Вода Закольцевали Закольцевали Но Есть проблема В этой системе Вода должна предоставляться По определенному графику Согласованно И у потребителей Должны быть Открыты краны Набирать воду Если этого не сделать То произойдет авария Разорвутся трубы Они и так ветхие там Понимаете Поэтому Проинструктировали Старосту деревни Пульты управления Находятся У самой Артезианской скважины У нее замки Закрыты И она В определенные часы Согласованные с людьми Включает воду И они набирают ее Какой процент дефекта в башне? Ну дефект Основание Верхняя часть Основание новое Привариваем Всю подводку Трубы Вход и выход Так и верхняя часть Прогнила Там аиста гнезда Было Тоже делаем Потом протечки По стволу в башне Ее тоже Завариваем все Потом грунтуем Потом красим И устанавливаем на место Срок определен Монтажа До 7 05 2021 года Скажите А не проще Полностью заменить башню? А вы знаете Сколько башня Полтора миллиона Есть? Есть ли полтора миллиона У кого? Виталик у тебя нет? Ну к сожалению Слушайте Вот вчера Только потратил Знал бы Что такая ситуация Нет На самом деле Ситуация-то не смешная Как люди там живут Как люди там живут Выживают без воды Как рассказала Ирина Медведкина Которая вернулась Слющика Действительно Да Воду подают На час Сейчас в данный момент На час Но Как вы понимаете Сколько воды наберется За час За час Если всей деревне Все сразу кинулись Под один кран Ведро Да Да И дело в том Что еще само Качество воды Оставляет желать лучше Они сделают сейчас Водонапорную башню Но качество воды Не улучшится Как вы понимаете Там заиливание идет Этой воды Вячеслав Прокофь Как раз тоже Мне об этом рассказал И полтора миллиона Решат эту проблему? Да нет конечно Он рассказал Что нужна вообще Большая программа И замена водонапорных И вообще Всех сетей Сельских водоснабжения Слушай Нам с кови-то тут Не разобраться С водонапорными сетями Правда? И сейчас Вот слава богу Они решат эту проблему Но когда приедут дачники Ситуация усугубится Потому что Ну Нагрузка на систему Будет намного больше А есть ли какой-то Водный объект В деревне Лющик? Интересно Я не знаю Но как сказал Вячеслав Прокофьев Выкопать колодцы Там нереально Поскольку деревня Находится на песчанике Таком И там очень сложно с колодцами А знаешь Даже если деревня Находится не на песчанике Это очень сложно Найти вот эту жилу И все такое Я просто в прошлом летом Видела как копали колодец Как бедные мужчины В общем Трудились над ним два дня И они выкопали И воды так и не было Они выкопали два колодца Да, друзья мои Если у вас Похожие проблемы В вашей деревне В вашем селе Звоните нам 62-80-30 Мы с удовольствием Выслушаем вашу историю Или присылайте сообщение В группу ВКонтакте В нашу редакцию Тоже посмотрим Что можно сделать И чем помочь Попробуем взять какие-то комментарии От вышестоящих органов Друзья Подобрались Мы с вами вот так вот Плавнее как самый Подкатились Подкатились Можно даже сказать Самый яркий Самый яркий Разноцветный Вот здесь Как хотите называть Может быть даже Самый сладкий Сладкий Ну я люблю Куличи с изюмом И с каком-нибудь пропиточкой Виталий, а ты с чем любишь куличи? Я про куличи не подумал Ну нет С чаем С чаем Хорошо Пропитка с чайной Да, то есть понятно В общем, друзья Про пасхальные вообще традиции Про пасхальные обычаи Вот Хотелось бы сейчас С вами поговорить Товарищи Вы знаете Сколько вообще Стоит сейчас куличи? Вот Саша, ты читал Да Куличи стоят А яйца сколько стоят? А яйца, да А яйца каждый месяц Подорожали яйца Подорожали яйца Как отмечать пасху Такими ценами? Яйца, они как отдых в Сочи Слушай, это сейчас Сахар пошел в рост Вы слышали? Да? Да Вот по идее сегодня Все хозяйки должны печь куличи В чистый четверг Готовятся Готовятся Потом на свящательность В храм Все такое проще Давайте поговорим О пасхальных традициях Со специалистом Псковского областного центра Народного творчества Руководителем фольклорного Ансамбля Уграда Галина Олеговна Березиной Добрый вечер Здравствуйте Галина Олеговна Вы сегодня будете печь куличи В чистый четверг Обязательно Не только куличи Делать пасху И еще красить яйца А не рановато пасху делать? Это же творожный продукт Нет Это все уже как раз В этот день и делалось Потому что завтрашний день Он уже не предполагался Для работы Он предполагался уже Такого для духовного Страстная пятница Да Галина Олеговна А отмечать пасху Можно только верующим? Ну почему же? Ну смотря кого вы считаете Как считаете верующим? Дело в том, что Все мы под Богом ходим От того, что вы считаете Что вы верующие, неверующие Это не значит, что Есть куличи Мне кажется, можно всем Нет, не ходит в церковь Например, человек Не носит крестик на шее Вот ему яйца красить можно Пасху делать можно Конечно Все можно Даже тем, кто не постился Минута трудная Все равно даже человек Который говорит, что он не верит в Бога Но когда уже некому обратиться Всегда человек обращается к Богу за помощью А вот про пасхальные традиции Давайте мы с вами поговорим Какие традиции вообще существуют? Вот мы сейчас ребята Мы пытались в начале эфира Давайте именно Не, не Давайте пасхальные Да Ну нам тут, конечно, расстраивают Новостями со штаба нашего оперативного По коронавирусу Что никаких массовых гуляний Это не будет Галина Вот как нам совместить И полезный прият В кругу семей Как будет? Ну, на самом деле Традиции таких особо массовых гуляний И не было Потому что Каждая деревня Отмечала Пасху Локально Не, ну подождите А катание яиц Как соберется вся деревня Ох Бьются там Да, все правильно То есть вся деревня Ради Бога Могут выйти из дома Все жители Делают лунку Вокруг своего дома Около дома И как покатают яиц Они же живут в одном доме Так и раньше и было Деревня Это не значит весь город собирать Простите А напомните нам смысл Катания в лунку? Да Я просто в лунку не катал Поэтому не знаю Так Принцип катания Методик Нет, нет, нет Кто выиграет? Как выиграть? Кто выиграет? Ну, делается таким образом Ограждается определенная территория Чаще всего это вот песок какой-то Создается Или там земляная Ограждается Она, ну, такой барьерчик делает Понятно И лунка желобок 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 может быть прямой А может быть изогнутый То есть как Чем-то похоже на гольф Мне кажется, нет? Нет, нет Гольф это вы забиваете битой А здесь вы просто катите яйцо Яйцо имеет такую необычную форму Оно катится Катится вот в этот желобок Скатывается вот на площадку Утрамбованную перед этим И остается на этой площадке Обычно, когда входят А подождите, мы вас неправильно поняли Я-то думал, что лунка выкопана в земле А вы имеете в виду деревянный желобок Да, да, да Делобок это желобок А лунка это деревянная такая площадка Все правильно, Галина Олеговна рассказывает Вообще, что дальше прокатится Кто-то выиграл Нет Кто затенет чужое яйцо Или там Тот забирает то яйцо себе Тот забирает и то и другое себе А кто не затенет А кто не затенет Можно заработать сколько Ох, сэконом Да, купил одну, ушел с десяткой Много игр с яйцами всевозможных Обязательно Да Галина Олеговна, а вы вообще Ну, каждую пасху яйца катаете? Ну, вообще Это занятие не женское Хочу сказать Да дети и мужчины То есть жену от лунки можно гнать И говорить Ну да, она занимается в это время хозяйством и столом Вот Спасибо вам большое, Галина Олеговна Ты там крась, биться, катать и есть У меня быстренький вопрос такой Она может постоять, посмотреть, подсказать Пофотографировать Чем всегда занимается жена Ну да, чаще всего Вот раньше Ну, не было Такого Обширного Играния Женщин В основном, как Мужчины и дети Галина Олеговна Луковая шелуха Самый распространенный Наверное Красящий Продукт Элемент Да Что кроме луковой шелухи Посоветуете? Ну да, конечно Дело в том, что лук Бывает разного цвета шелуха Бывает такая Бордово-красная Золотистая бывает 50 оттенков луковой шелухи Красили еще березовыми листьями Коренними Красили растений Ну Зеленый цвет приобретает Да, да Зеленый такой Зелено-желтоватый цвет Ну и стали пигменты Которые были рядом Куркумой можно красить Слушайте, я знал хитрецов Которые в моем детстве Красили деревянное яичко Бордовой краской И потом разбивали все яйца Когда появилась краска Да, 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 да Галина Олеговна Спасибо вам большое Благодарим вас Спасибо С наступающим вас праздником И первым маем И пасхой Да Я, кстати, как-то красил яйца в петрушке И хочу сразу сказать Что не рекомендую этого делать Вот Присоединяемся Даже проверять не будем Давайте к следующей нашей рубрике Очень Вести с полей Ребята, по поводу рубрики Вести с полей, где мы делаем обзор районной прессы Хочу сразу сказать, что самая главная новость Наверное, прислала нам газета На высоковнический край Вот это единственное, что надо знать в этой рубрике Что городская баня будет работать по следующему графику Лена, внимательно Я внимательно Первый, девятого мая баня будет с паром И будут работать душевые А третьего, десятого баня будет без пара Но будут работать душевые А остальные дни, простите А вариант без воды, наверное В остальные дни В остальные дни, да Вот с паром, без пара Это надо четко знать Печаль Редакция газеты Островские вести Нам рассказывает, что на спортплощадке Средней школы номер 7 Прошел муниципальный этап Турнира по дворовому футболу Среди мальчиков Кстати, друзья, быстренько скажу о том Что газета Плюсский край сообщает нам Сейчас только послушайте, да Что полтора миллиона рублей Выиграла в лотерею педагог из Плюсского района Нина Герасимова И здесь мы делаем отсылку к деревне Лющик Там нужно ровно в Плюсском районе Полтора миллиона рублей Ответ на риторический вопрос, да, прекрасно Есть полтора миллиона? Вот, нужно к Нине Герасимову В любом случае, поздравляем Проблема в том, что она выиграла в жилищном Она взяла деньгами Я все уточнил А, возможно, с прицелом на деревню Лющик Будем надеяться Поздравляем Нину Герасимову Да, в 30 апреля завтра В Бижанинском доме культуры Пройдет единый день сдачи макулатуры Присоединяйтесь, друзья Да, бумажный бум И собирают макулатуры, ребята, молодцы По весне вот эти все бумажные бумаги Очень круто случилось в Великолугском районе Сообщает на Великолугская правда О том, что наконец-то, наконец-то в мае Подведены итоги конкурса На лучшую новогоднюю елку двора Ура, в свое время Лучше поздно Да, выиграла Котова Людмила Юрьевна Из 12 округа С чем поздравляем ее И щедрость Щедрость не знает границ Потому что в качестве подарка Она получила благодарность От Николая Козловского И билеты в драмтеатр Там Ромео и Джульетта, кстати На следующей неделе будут Вот так Немножко времени, чтобы послушать музыку Давайте сейчас запустим Нашу рубрику Сейчас, сейчас Друзья, хотели послушать сегодня Группу Разносолы Есть такая Есть такая замечательная Фолк Драйв группа Замечательный руководитель группы Константин Васильев Сегодня отмечает день рождения Мы его поздравляем И их новая композиция Называется «Я из Пскова» Давайте послушаем 58 сколько? Я родилась Не в Москве И не в Питере У меня всю жизнь Свои заземлители Из столиц бегу я Со всех ног Только нужный Будет срок Я родилась Не в Москве И не в Питере Ну почти А песню мы и послушали Немножечко, да Давайте анонсы быстренько Девятаев Выходит фильм Уже вышел Рекомендуем посмотреть Всем В кино Это очень интересно Да, также Театр драмы Там многочисленные Есть у нас спектакли Вот Но концерт группы Разносолы Пройдет в Родинском доме культуры Ну что еще сказать Что в Печорах Выставка авторских фотографий Архитектора Почетного гражданина Пскова Бориса Тепановича Скобелицына С 26-го 29-го апреля Да Можно отправиться Куда вам угодно Можно отправиться Просто на майские праздники Отмечать Пасху Самое главное Будьте аккуратны И соблюдайте все правила И с газом И с масками И со всем И с яйцами тоже Всего доброго вам желаем Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok